Виктория Ц. Объясните, пожалуйста, что значит принимать реальность, как она есть? Приспосабливаться и не пытаться что-то менять, или не пытаться ее додумывать, интерпретировать, просчитывать и предусматривать? Второе. Человек совершает насилие над реальностью через виртуальность. Он уходит в виртуальность и там пытается... Ну, смотрите, типичный пример насилия. Человек подходит к зеркалу, ему в себе что-то не нравится. И он начинает мысленно удлинять себе ноги, увеличивать бюст, увеличивать рост, увеличивать бицепс. Вариант для мужчин и так далее, и так далее. Или, говорит, вот если бы мне это противная родинка, или моя форма ушей, или моя длина носа, вот у меня в жизни было бы все по-другому. Или если бы я родился не в этой семье, не в этих родителей. А сразу у Рокфеллеров. Все было бы иначе. Это насилие над реальностью через фантазии, через иллюзии, через накручивание. А работа с реальностью – это когда вам не нравится нос, вы либо принимаете его как есть, либо идете его, делаете пластическую операцию и меняете на форму, которая у нее есть. В исламе считается, есть 77 ступеней веры. Так вот, первая ступень выглядит так. Вы идете по тропинке, у вас камень лежит. И вам не нравится, что он вам лежит и мешает. Так вот, если вы не наклоняетесь и не отбрасываете его с тропинки, вы не верите. Потому что человек должен воспринимать реальность, как она есть, и исправлять ее, если она ему не нравится. А что делает человек, который не умеет работать с реальностью? Первое – он не хочет ее воспринимать, как она есть. Там же много страшного, ужасного, неприемлемого. А второй момент – он не хочет исправить ее. Он крутит в голове сказки про исправленную реальность. Где он всех побеждает, где он сильный, где он хороший. Или где, наоборот, где все виноваты, все плохие, и не дают ему такому красивому подняться. Вот и все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok